Мы вас от лица всей нашей фермы приглашаем на рыбалку. Будете у нас порыбачить. Леногорский район. То, что без труда не вытащите рыбку из пруда на своем примере, сегодня показывает гостя молодой фермер Руслан Ефримов. В 21 год он выиграл Гранд Агро Стартап. Переехал из Казани в глубинку и создал форелевую ферму. Такая история Руслама Миниханова и Джамбулата Хатова впечатлила. Молодцы, сколько у вас? Можем 100 тонн выращивать. На данный момент 12 тонн у нас. Ну, давай наращивайте. Данная технология и в нашем объеме еще с выращиванием малька от икры. Мы единственные в республике. Со спелькой, тут это русский полбок. И с фури и с фундуком. А история пекаря Прохора началась в древяной печи. Пек хлеб, свияжский. Все рецепты, плоды его фантазии и мастерства. Выпечка настолько понравилась гостям, что они унесли с собой несколько пакетов. Я хочу, чтобы ты вот взял себе, ты же поедешь. Сыры не хуже швейцарских. Новый вид козылыка из утки и даже установка для борьбы с борщевиком. На полях выставки чего только не увидишь. Это все совместные разработки татарстанских аграриев и ученых. То, что в этом году республика отмечает юбилей, сказалось и на выставке. Не только символика столетий ТАСР, но даже особый вид пшеницы. Подарок татарстанских ученых. В планах запатентовать разработку и позже использовать в хлебопечении. Новый торт, новый торт, посвятили столетий ТАСР. Он пока новый. Мы теперь можем сходить в игровую. Сейчас мы испытали. Да, мы испытали. Мы считаем, что наш потенциал роста это кормовые центры. Они дают резкое увеличение. У нас есть опыт проткорпорации, по-моему, Купмарского района, сейчас Сабинский район. Выставка – яркий пример того, что республика и страна в целом успешно реализуют импортозамещение, считают участники. Татарстан сегодня открыт для сотрудничества. Это очень хорошая форма, когда мы имеем контакт с наукой, видим, какие есть новые возможности для нашего развития. Когда мы имеем возможность пообщаться с нашими партнерами, найти новых партнеров. На этой площадке можно увидеть, как успешно, например, у нас работает программа «Агростартап». Но, как отмечает глава Минсельхоза республики Марат Зябаров, увеличение финансирования с федерального центра позволило бы еще сотни претендентов открыть свое хозяйство. На это Джамбулат Хатуов ответил. Я, конечно, без согласования с министром не могу сказать, что мы решим. Но я приму все для того, чтобы дополнительные гранты, корректированные бюджеты, которые будут проходить на поддержку фермеров, в первую очередь, были в Татарстане. Сегодня республика продолжает наращивать объемы высококачественных семян. А вот в производстве молока по России Татарстан в лидерах, отмечает и благодарит федеральный руководитель. «Впечатляет правильно продуманная политика руководства республики. Она направлена на поддержку всех хозяйствующих субъектов ОПК. Мы будем еще детально анализировать все ваши сегодняшние успехи, будем пропагандировать другие регионы Российской Федерации». Со всем передовым в области сельского хозяйства можно ознакомиться на полях Лаишевского района. Выставка будет открыта и завтра, в день праздника плуга. Зарина Ахметова, Ринат Сафин, ТНВ, Лаишевский район. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843-5705-100.